Но очень скоро обнаружилось, что у других президентов самолеты-то покруче, поновее, и собственный «Боинг», не прошло и года с момента его приобретения, перестал радовать Нурсултана Абишевича. Тем более, что уже после его покупки выяснилось, что по Казахстану на нем летать нельзя. Аэропорты не были оборудованы для приема этого типа самолета, не было навигационного оборудования, а посадочные полосы слишком коротки. Тяжелый «Джумба» мог садиться только на взлетно-посадочную полосу в Алма-Ате, и иногда его решали посадить в Актюбинске. Зато эксплуатационные расходы вышли неожиданно высокими. В Алма-Атинском аэропорту не было нужного ангара, и борт в основном стоял в зарубежных аэропортах, а когда было нужно, прилетал за президентом. Обслуживать его тоже было некому. Пилотами на первом президентском Боинге служили иностранцы, в основном американцы, с ежемесячной зарплатой до 15 тысяч долларов в месяц. А оплачивать нужно было 10 пилотов, целую команду. Теперь, по прошествии 15 лет, все это кажется вариантом анекдота про нового русского, который на первые прибыли купил Ламборджини и на месте обнаружил, что она плохо совместима с реалиями его родного колхоза. Впрочем, в пору первоначального накопления капитала таких деятелей было много не только в анекдотах, но и в жизни. Столкнувшись с отрезвляющей действительностью, они обычно сплавляли свои дорогие игрушки следующими в очереди за красивой жизнью и пересаживались до лучших времен на отечественные вездеходы. Но герой одного анекдота поступил иначе. Обнаружив, что Ламборджини вязнет на родных ухабах, он купил Бугатти и Роллс-Ройс. В 1995-96 годах авиационный парк нашего президента пополнился сразу двумя самолетами. Госком имущество Казахстана на бюджетные деньги приобрел французский бизнес Jet Falcon DA-900 под номером UN-09-002 и Challenger 604 канадской фирмы Bombardier. Во-первых, сразу было решено не повторять ошибок с бывшим в употреблении Боингом, самолеты купили новые. Во-вторых, приобретенные на бюджетные средства самолеты каким-то образом оказались записаны на офшорную компанию. Она называлась Oiant Eagle Airways Limited и была зарегистрирована на британских Вирджинских островах. Оба самолета отдали в управление швейцарской авиакомпанией, которая специализировалась на частной деловой авиации. В этот период произошел неожиданный карьерный взлет молодого энергичного бизнесмена Александра Клебанова, кстати, моего сокурсника по медицинскому институту. Оба президентских борта оказались в его ведении. У Клебанова был некоторый опыт по части авиабизнеса. Он был директором государственной авиакомпании под звучным названием «Беркут» и одновременно владел собственной частной авиафирмой под тем же именем. Но не только опыт и связи позволили молодому бизнесмену Саше Клебанову стать практически единственным распорядителем президентского воздушного флота. И то, и другое было делом полезным, но не определяющим. Главным обстоятельством, способствовавшим неожиданному взлету Клебанова, была одна тайная дворцовая комбинация. Или, как выражался покойный Борис Николаевич Ельцин, «рокировочка». Под опеку молодого бизнесмена и его жены, также моей однокурсницы, сейчас владелицы телеканала, тележурналистки и депутата парламента Дарьи Клебановой, определили некую персону, которая и помогла им так высоко взлететь. Это была Гульнара Ракишева, очередная пассия нашего любвеобильного президента. Служившая в начале своей карьеры стюардессой авиакомпании «Беркут», Эта дама так очаровала Нурсултана Абишевича, что году в 1996 в ближайшем окружении президента ее начали всерьез рассматривать как реальную угрозу целостности семейной конструкции. Против обыкновения мой тесть не ограничился короткой стариковской интрижкой. Он велел выстроить для Ракишевой частный особняк в Астане на правом берегу реки Ишим напротив района Чубары. И к большой печали супруги президента Сары Алпысовны больше ночей проводил в этом особняке, чем в государственной домашней резиденции Кызыл-Жар за Астаной. В это же время количество визитов на высшем уровне с участием первой леди резко сократилось, и она вынуждена была уехать в Алма-Ату, где постоянно проживает и сейчас. Президентская подруга продолжала исполнять обязанности стюардессы, естественно, только для одного пассажира, но все больше входила во вкус своего положения, ведь первыми словами приветствия главной стюардессы страны для главного пассажира страны были «Чай, кофе или я?» Ответ был краток. Что быстрее? Сара Алпысовна в разговорах влюбленных именовалась не иначе, как «Чемодан». Ракишева намекала на анекдот про жену военнослужащего. Она как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. Вопрос «Чемодан берешь?» означал в действительности, полетить ли Сара Алпысовна в очередной визит. С 1997 года президент Назарбаев все чаще летал налегке. Первоначально стюардессу по имени Гульнар курировали два человека из ближайшего окружения президента, управляющий делами Владимир Ни, один из тройки серых кардиналов, Ни Абыкаев-Есимов, находившийся в тени, и еще один близкий человек президента – Булат Утемуратов. Но случилось непредвиденное. Ракишева довольно быстро вошла в такую силу, что стала помыкать обоими уважаемыми членами общества, как последними холопами. Старцы-аксакалы на побегушках у очередной подруги Нурсултана Абишевича такого зрелища могли не стерпеть даже готовые на любое унижение члены Назарбаевского близкого окружения. Чтобы избежать скандала, кураторство над набравшие за предельные обороты мадам передали от аксакалов молодой супружеской пары. Супруги были известны лояльностью президента и вообще их было не жалко.